Кадровый вопрос. Главная проблема Крымского Госкомрегистра. Сотрудники ежедневно принимают тысячи людей, задерживаются после рабочего дня, но удовлетворить потребности жителей полуострова в полной мере все равно не удается. Люди жалуются, хотя нередки случаи, когда и они неправы, приходя с вопросами, которыми комитет вовсе не занимается. Дело еще и в том, что отсутствие необходимого количества сотрудников угрожает реализации многомиллиардной федеральной целевой программы. Подробнее в нашем видеоматериале. Когда речь заходит о Госкомрегистре, то от многих граждан можно услышать весьма нелестные отзывы, то очереди, то неправильно оформленные справки. Но мало кто знает, что работа здесь ведется с утра до ночи. Валентина работает в комитете больше года. Говорит, из-за нехватки сотрудников она, будучи уже заместителем председателя, ежедневно принимает людей самостоятельно. Многие крымчане думают, что весь процесс заканчивается на сдаче документов специалисту, но все зависит от конкретной услуги. Что касается кадастроучета, то у нас получается, дальше эти все документы направляются к специалистам, которые непосредственно производят постановку на кадастровый учет. Это тоже время, это тоже сроки. Еще больше ситуацию усугубляет информационная неграмотность граждан. Иногда они путаются в том, что они вправе требовать от того или иного ведомства. Берут талончик, занимают время и создают очереди, на которые сами же и жалуются. А иногда и вовсе приходят зря. Многим гражданам, получается, нет необходимости попадать к нам в комитет и осуществлять регистрацию, перерегистрацию этих прав. Ввиду того, что все права, которые возникли у них при Украине, все республика Крым признает. Но нашим гражданам этого не докажешь. Кроме того, следует учитывать, что Крым не рядовой субъект федерации. На плечи госкомитета легли задачи, с которыми другие регионы и вовсе не сталкивались. Это, прежде всего, языковая проблематика, когда все документы по закону об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений подлежат переводу на русский язык силами регистрирующего органа, то есть нами. Ситуация с национализированным имуществом, у которых примерно 70 тысяч объектов и документы на них во многом и отсутствовали, и были вывезены в смутные февральско-мартовские дни. В январе 2016-го количество сотрудников комитета увеличили. Сейчас их 620. Но в других регионах России совершенно иная ситуация с обеспеченностью кадрами. Например, в Ростовской области число сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты – 1200 человек. Следовательно, полуострову нужно вдвое больше кадров. Если количество сотрудников не будет увеличено, то под угрозой окажется реализация многомиллиардной федеральной целевой программы. В реализации федеральной целевой программы краеугольным является земля, выделяемая под строительство того или иного объекта. В аэропорту мы что видим? Строительство на чем? На земле. Чего? Объект в недвижимости. Соответственно, в этой работе активно участвуют Министерства имущественных и земельных отношений, оформляя права за Республикой Крым, Министерство архитектуры и градостроительной политики, определяя именно приоритеты строительства. Все это обрабатывается руками наших специалистов. Несмотря на трудности, которые приходится преодолевать, Госкомрегистр продемонстрировал свою эффективность, если Росреестр за первые полмесяца реальной работы в Крыму с 30 мая по 17 июня 2014 зарегистрировал 100 прав собственности и поставил на кадастровый учет порядка 4,5 тысяч объектов, то сейчас речь идет уже о 150 тысячах зарегистрированных прав и полумиллионе объектов. Анастасия Соленик, Алексей Романов, Время новостей.